Мы везде, говорю, пишем, пишем, на толку вообще никакого нет. Александр считать перестал, сколько раз он был в местной администрации. Хочет парень и его друг тоже, инвалид-колясочник, одного, получить то, что положено по закону. Бесплатный земельный участок. Инвалиды прошли уже два суда, пишут обращение в прокуратуру, приемную президента и в программу Нотабена. После выхода сюжета в эфир, прошлым летом, лично мэр города пообещал парням в 2014-м участок получите. Мы в этом году приехали, вышел опять заместитель Ивана Ивашенко и сказал, порадовать вас нечем. Мы в этом году не планируем выдачу земельных участков, так что вот так денег нет, ничего нет, так что ничего не ждите. Инвалидам участков нет, а на торги выставлять сотки есть и много. Игорь и Александр сами проехали по городу и говорят, незанятой территории достаточно. Добиться ответа от Черногорской администрации непросто. Пресс-секретарь записала вопросы по телефону, пообещала ответить на них и больше телефонные звонки не принимала. Получить ответ не могут и инвалиды. Сначала они с боями через суды добивались того, чтобы их просто поставили в очередь. Оказывается, до прошлого года в Черногорске вообще не было списка по инвалидам-льготникам, претендующим на землю. Его появление добились друзья-колясочники. И сейчас им вновь приходится оббивать пороги. Инвалиды говорят, земельный участок им нужен для того, чтобы начать строительство собственного жилья. Они уверены, за то время, пока они воюют с Черногорской администрацией, а это уже больше трех лет, можно было бы возвести полноценный дом и отпраздновать новоселье. Но пока это лишь только мечты. Мы попробовали напрямую дозвониться заместителю мэра Андрею Николаевичу Ващенко. Игорь Лунг и Александр Сданюк. Вот какая у них там ситуация сейчас? Будут они получать землю? Заместитель отправил нас к пресс-секретарю, но по ее номеру телефона ничего не изменилось. Странно, что Черногорская мэрия не хочет рассказать, как обстоят дела со льготной землей и будет ли она в этом году. Надеемся, завтра власти смогут ответить на простые вопросы. Мария Дудник, Светлана Панина, Новости, 7-й телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова